Мята длиннолистная, ароматная и полезная травка на вашей клумбе. Расскажите, что собой представляет мята длиннолистная. Очень люблю добавлять душистые листочки в чай. Раньше всегда покупала сушеную мяту, а тут соседка рассаживала свою и дала мне саженец. Слышала, что это растение еще и лечебное. А что именно она лечит? Ее можно встретить и в лесу, и вдоль дороги, и вблизи болота, и даже на грядках или клумбах с культурными растениями. Мята длиннолистная – это универсальное растение. Благодаря приятному аромату и повышенному количеству эфирных масел пригодится она как на кухне, так и в домашней аптечке. Характерные особенности представитель семейства яснотковых – мята насчитывает до 40 видов, но чаще всего можно встретить именно длиннолистную. Растет она в виде ветвистого кустика, высота которого ра... В зависимости от места обитания может быть как 30, так и все 100 сантиметров. Узнать растение можно по ароматным листочкам продолговато – ланцетной формы с зубчатым краем. Если их растереть, явно чувствуется запах металла. Листовая пластина слегка утолщенная, сверху сизо – зеленая. С обратной стороны она покрыта сероватым пушком. Листья сидят на прямостоячих ветвистых стеблях, при этом веточки четырехгранные, тоже опушенные. Все лето мята цветет, распуская на верхушках веточек мелкие лилово-розовые цветочки. Они образуют небольшие колоссовидные соцветия, а по окончанию цветения – семена в виде маленьких бурых орешков. Корневая система у кустиков ползучая, горизонтальная, глубже, чем на 15 сантиметров, к почву не проникает. Мята быстро разрастается полностью, заполняя собой свободное пространство. По этой причине основной способ размножения растений – деление куста. Ароматные кустики предпочитают влажную почву и открытые, хорошо освещаемые участки. Мята длиннолистная, где применяется растение. Стройные кусты красиво смотрятся не только в период цветения. Они сохраняют декоративность до самых заморозков, поэтому мяту часто высаживают на цветочных клумбах. Но этим ее польза не ограничивается. Душистые листочки, кроме масла, содержат еще много других полезных веществ. Широко используется мята длиннолистная в таких областях – народная медицина. Из веточек готовят лечебные настои. Они помогут при болезнях желудка, окажут легкое обезболивающее действие и послужат антисептиком. Настои также подойдут для примочек или добавления в ванну. Кроме того, из мяты делают целебное мятное масло, эффективное при невралгии и ревматизме. Кулинария. Листья мяты – отличная пряность, собирают до цветения. В это время листва содержат максимальное количество эфирного масла. Листочки можно добавлять в свежем или сушаном виде в напитки, салаты, супы, соусы, маринады. Сбор мяты длиннолистной, видео отправить комментарий, подписка на комментарии. Теперь наши статьи про выращивание растений и другую дачную жизнь на канале Яндекс Дзен похожие видео. Оригинальное мятное печенье 25 июня 2017 года Ароматные заготовки – мятный сироп 25 июня 2017 года Как и Когда сеять мяту на рассаду 25 июня 2017 года Изумрудное ароматное варенье из мяты 13 мая 2017 года Новые статьи Вредители и болезни Сирени могут погубить растения 2 января 2022 года Применение диаскорей кавказской для лечения различных болезней и патологий 2 января 2022 года Недооцененное пищевое и лекарственное растение Бутень клубненосный 31 декабря 2021 года Неприхотливый Цветок трахелиум преобразит ваш летний сад 31 декабря 2021 года Лечебные свойства шикши нашли широкое применение при терапии Эпилепсии 30 декабря 2021 года Характерные особенности Представитель семейства яснотковых Мята насчитывает до 40 видов Но чаще всего можно встретить именно длиннолистную Растет она в виде ветвистого кустика Высота которого ра... В зависимости от места обитания Может быть как 30 так и все 100 сантиметров Узнать растение можно по ароматным листочкам Продолговато, ланцетной формы с зубчатым краем Если их растереть, явно чувствуется запах металла Листовая пластина слегка утолщенная Сверху сизо, зеленая С обратной стороны она покрыта сероватым пушком Листья сидят на прямостоячих ветвистых стеблях При этом веточки четырехгранные, тоже опушенные Все лето мята цветет Распуская на верхушках веточек мелкие лилово-розовые цветочки Они образуют небольшие колоссовидные соцветия А по окончанию цветения семена в виде маленьких бурых орешков Корневая система у кустиков ползучая, горизонтальная, глубже, чем на 15 сантиметров Почву не проникает Мята быстро разрастается полностью заполняя собой свободное пространство По этой причине основной способ размножения растений – деление куста Ароматные кустики предпочитают влажную почву и открытые, хорошо освещаемые участки Мята длиннолистная, где применяется растение Стройные кусты красиво смотрятся не только в период цветения Они сохраняют декоративность до самых заморозков, поэтому мяту часто высаживают на цветочных клумбах Но этим ее польза не ограничивается Душистые листочки, кроме масла, содержат еще много других полезных веществ Широко используется мята длиннолистная в таких областях – народная медицина Из веточек готовят лечебные настои Они помогут при болезнях желудка, окажут легкое обезболивающее действие и послужат антисептиком Настои также подойдут для примочек или добавления в ванну Кроме того, из мяты делают целебное мятное масло, эффективное при невралгии и ревматизме Кулинария Листья мяты – отличная пряность, собирают до цветения В это время листва содержат максимальное количество эфирного масла Листочки можно добавлять в свежем или сушаном виде в напитки, салаты, супы, соусы, маринады Субтитры создавал DimaTorzok